В суконных брюках и гимнастерках, в кирзовых сапогах наши солдаты дошли до Берлина. Такими помнят советских воинов-освободителей во всем мире. О военной форме красноармейцев говорят как об одном из самых износоустойчивых и простых в использовании. Действительно, в обмундировании не было ничего лишнего. Все практично и функционально. Об особенностях военной формы советских солдат и дизайнерских просчетах немцев расскажет Анна Шуркевич. Этот китель принадлежал жителю села Самарова Дмитрию Михайловичу Шишкину. Югорский сапер участвовал в Сталинградской битве, штурмовал Будапешт, освобождал Прагу. Уже в мирное время офицера пригласили на парад победы в Москву. К этому торжественному событию и шили китель, идеально по фигуре, из высококлассного сукна. Летчики, танкисты, кавалеристы, пехотинцы. В параде 24 июня 1945 года приняли участие 35 тысяч солдат. Они чеканили шаг по Красной площади в лучшей парадной форме. Но добывали победу, конечно, не в этом. Все было проще, но намного функциональнее. Кирзовые сапоги, штаны Галифе, гимнастерка, пилотка и шлем. Таков образ советского солдата. Правда, косоворотка появилась в армии не сразу, только к 1943 году. До этого гимнастерка была с отложным треугольным воротником, на который крепились знаки отличия. Погоны в советскую армию вернулись тоже только в 1943 году. Допускалось донашивание старой формы. То есть вот старые образцы. Понятно, что форма новая поступала, но ее не хватало. И разрешалось донашивание. Поэтому на снимках мы в том числе видим, когда у нас есть и воротник стойка, к примеру, и вот этот вот отложной воротник. То есть это частенько встречается. Первая военная зима стала испытанием для врага. Декабрьский мороз в 20 градусов. Именно такая погода была по свидетельствам историков во время битвы за Москву. В помощь нашим солдатам была шапка, ушанка, валенки и батники. Их за войну выпустили около 40 миллионов. Спасали от мороза и шерстяные вещи, которые вязали и отправляли на фронт из тыла. Вещи, которые носились под формой, это различные там шерстяные, то есть они допускались. Потому что еще раз важно было, чтобы человек, боец выполнял свои прямые задачи. А вот немцы в пилотках и дизайнерских шинелях от Хюга Босса оказались не готовы к нашим морозам. Да и на ногах были модные сапоги из коровьей кожи строго по размеру. Так что солдаты вермахта не могли себе позволить даже теплые носки. Вместо них полагалась медаль. Под Москвой они были остановлены. Там очень было много случаев обморожения. И даже специальная была медаль, такая разработана за зимнюю кампанию 41-го года. Ее солдаты немецкие называли мороженое мясо. Потому что погибали очень много солдат не от пуль, а от того, что просто замерзали в этих снегах. Еще один атрибут военной формы, правда женский, это юбка. Хлопчата бумажная или шерстяная. Цвета хаки. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, дяденька. Отставить. Здравствуйте, товарищи бойцы. Здравия. Вольно. Вольно. В годы войны победу приближали почти миллион женщин. Санинструкторы, связистки, повара и прачки. Были и снайперы, и летчицы, и разведчицы. Девушки вели в бой танки и служили в инженерных войсках. Все девушки, все санитары, сандружинницы, они выглядели как парни. Они стриглись коротко. Когда в фильмах мы видим, там какую-то девушку с длинными волосами, не было такого. Никто там не ползал по передовой с этими косами. Хоть и выдавали девушкам юбки, но на фронте они популярностью не пользовались. Удобнее было в мужских галифе. Чего не скажешь о сапогах. Часто доставалась обувь на несколько размеров больше. Были случаи, что в сапогах на босую ногу в строй выбегали. Одна девчонка чуть ноги себе не отморозила. Мы же все время на фронте в брюках. Вечером их постираешь, под себя положишь, ляжешь, считай выутюженные. Правда, не совсем сухие, и на морозе коркой покрывались. Свадьбу свою отпраздновали в окопе перед боем. А белое платье я себе пошила из немецкого парашюта. Он пулеметчик, я связная. Советским солдатам пришлось прошагать сотни километров. В день пехота преодолевала до 30 километров. И обувь, само собой, играла важную роль. Кирзачи вошли в историю Великой Отечественной войны. Сапоги шили из сукна, пропитанного каучуком. Это помогло сэкономить 7 миллиардов квадратных метров юфтевой и хромовой кожи. За изобретение кожзама 11 специалистов наградили сталинской премией. Такие гламурные очень чулки, потому что сзади стрелочка обязательно. Поэтому женщины щеголяли в праздник. А это уже подарок. Солдаты везли из Европы для своих жен, девушек, дочерей трофейное платье, чулки и губную помаду. В мирное время хотелось окружить себя яркими красками. От цвета хаки все устали. Пора было возвращаться к обычной жизни. Вон, вы терпелись, война закончилась, все, жить хочется. Анна Шуркевич, Антон Ракитин, телерадио компания «Югра» специально для программы «Больше чем новости». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...